Приветствую, зрители Политека Ньюс, я Екатерина Шумила, Геннадий Балашов сегодня у меня в гостях. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте. После ваших слов о том, что якобы пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель беременна, был просто дикий хаос в СМИ, все это обсуждали. Сама Мендель сказала, что у ее родителей чуть сердце не схватило, они были в шоке, и о том, что она подаст на вас иск в суд за эти слова. Что сейчас вы можете сказать, обращались ли к вам ее юристы, возможно, и не жалеете ли вы о тех словах, которые тогда сказали? Нет, юристы не связывались, администрация, там что-то высказывался их, там один из замов. Вопрос в том, что не за что в суд подавать, потому что я никогда не говорил о том, что она беременна. Я говорил о президенте, что он валяет дурака, и непонятно чем занимается со своей пресс-службой. И что если вдруг завтра окажется, что Мендель беременна, это будет большой скандал. И этот вопрос вызвал огромный ажиотаж, потому что, судя по всему, сама идея о том, что она может быть беременна, она как раз витала в воздухе. И этот вопрос разжег, вот начали все ссылаться, что Балашов сказал. На самом деле вы не найдете, где я это говорил, что она беременна. Я ставился, и потом мне это понравилось, я начал продолжать ставить вопросы. Следующий вопрос у меня был, а где жена президента? И она действительно полтора месяца молчала, потом появилась на экзамен. Поэтому очень интересно, и я советую всем журналистам, всем людям, ставить вопросы, неудобные вопросы власти. И это, кстати, сразу вскрывает неспособность той же самой Мендель реагировать правильно. Того же самого офиса президента правильно отражать, то есть снимать острые углы. Потому что когда общество спрашивает, а где жена президента? Ну так выйдите вместе с детьми, сфотографируйтесь, улыбнитесь, и вопрос снимется. И что касается, если ставится вопрос, а если Мендель беременна, либо вообще ничего не говорить. Они же начали комментировать, раздувая этот. Это опять говорит о их непрофессионализме. Поэтому если... Реакция Мендель была, она записала видео и сказала, что у каждых слухов есть заказчик. Заказчик. Второе, она уже в светских хрониках рассказывала о своем бойфренде, которого она не назвала. Кому это надо? Зачем ты выпираешься на экран в странном платье, в странном виде, с полуголыми плечами и говоришь, я не беременна? И раздувая еще больше. Я же говорю, что в современном мире медиа работает немножко не так, и с ними надо уметь работать. У нас сейчас каждый человек может сказать все, что угодно в Ютубе. Выступите, скажите. Но вопрос же не в том, что вы говорите, а то, как реагирует огромная машина президентская. Потому что на ней все отстраиваются, на ней все хайпуют. Ее пытаются использовать для собственного пиара. И я не исключение, и вы не исключение, и ваше издание не исключение. А как они реагируют? Они сами раздули весь этот скандал. Сами сказали, что они беременные, сами куда-то спрятали жену президента. Сами начали это комментировать и раздули это состояние. Потом и сами заявили о том, что мы будем подавать в суд. Ну подавайте. Но как выяснилось, а за что подавать? За вопрос о том, что вдруг Мендель беременна? У президента не может быть личной жизни. Не может. Зафиксировали. Геннадий Балашов был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok